здравствуйте у меня в коллекции есть небольшое количество английских портативных чендеров купил я их давно думаю лет 15 назад ну плюс-минус конечно вот сожалению тогда у меня были другие задачи ими я не занимался этими чейнджерами сложил просто на полку вот а через торжестве такого времени решил вернуться к ним и посмотреть на что они способны но и сейчас мы пройдемся по каждому чейнджеру посмотрим его исправность посмотрим что это за модель и что она умеет ну и так приступим и так первый у нас чейнджер динатрон модель но тут она не написана на корпусе я нашел на сайте радио музея эта модель карнивал g r9 ориентировочно выпускалась 66 году по данным радио музея усилитель у него транзисторный вот и оборудован он чейнджером гаррд от 6 мк 2 а сейчас мы откроем это чейнджер и посмотрим что у него внутри ну вот мы открыли крышку значит внутри я как уже сказал чейнджер гаррд внутри этого динатрона ну вот увидите вилка британская вилка вот достаточно современный такой чейнджер как вы видите даже есть регулировка прижимной силы вот как видите вполне так ничего я подозреваю что он стерео хотя не готов утверждать стопроцентно значит сейчас мы включим его в розетку посмотрим вообще работает он или нет да вот здесь вот находятся регулировки тут правда такая гравировка плохо видно и и значит здесь у нас есть громкость и совмещенная с включением и значит здесь регулировка высоких и нижних частот так сейчас включим в розетку и посмотрим так мы теперь включаем его значит но действительно тут вот есть огонечек он его не видно сейчас он загорелся вот но у него очень сильный фон вот достаточно сильный фон скорее всего надо менять конденсаторы вот другого как бы решение нету сейчас мы проверим работает он или нет вот но у чейнджеры здесь такие классические с автоматическим определением размера вот эта штучка отвечает этот рычаг отвечает за пление размера это собственно прижимной рычаг вот сейчас мы с вами здесь у нас максимальная прижимная сила стоит нам такую надо выяснять какой там звукосниматель я не стал но это очень-то и не принципиально сейчас мы поставим пластиночку такую никакую вот которую мне не жалко и скорость 33 включим автоматическую подачу так что у нас здесь происходит так все работает но как видите не очень хорошо очевидно устройство требует смазки вот значит ну даже какая-то чё-то слышно и даже вполне неплохо то есть вот этот естественно устройство требует наверняка смазки наверняка требует замены конденсаторов питания для уменьшения фона но в целом работает неплохо ну раз она работает сейчас мы возьмем две пластинки попробуем будут ли у нас работать две пластинки так мы сейчас вот выключим все это дело посмотрим как он выключается ну как ни странно он не хочет выключаться так вот давайте проверим как он работает по режиме автостопа вот автостоп у него работает или нет но он не держит вообще тут видно рычаги все заквашены плохо работает этот механизм автостопа но работает в общем вывод какой надо разбирать еще чистить сейчас мы возьмем поставим две пластиночки выключим все поставим две пластиночки и посмотрим как это все играет так эксперимент с двумя пластинками так значит также пускаем автоматический режим там закрутился диск сейчас будем смотреть как это пойдет или нет так ну вот видите первая прошла все хорошо значит тонарм опустился дел все заиграла вот значит сейчас мы попробуем пустить вторую сбросить эту и пустить вторую так ну значит все сработало и 2 встала на место но ведь у нас чейджер работает то есть в принципе небольшое совершенно косметическая деятельность по чистке смазки и замене конденсаторов и можете с удовольствием пользоваться этим чейджером ну я сейчас не буду говорить про потенциальную замену иглу и прочее это сейчас они принципиально ну посмотрим теперь да и вот сейчас работал видно разошелся рычаг сработало и значит стоп отключение первый раз у нас не сработало наверно потому что мы потом рычаг протолкнули когда и пробовали автостоп но вот на этом чейджере все переходим к следующему следующий у нас чейджер тоже британские но а сегодня все британские будут это стела модели ст 8 0 0 1 производился в 1968 году ну это данные радиомузеев ориентировочные тоже выселитель транзисторный и оборудован чейджер филипс но мы тут сейчас вот посмотрим что у него есть значит кнопки включения и выключения вот регировка громкости значит высоких и низких впереди едва в два входа в два какие-то разъема ну скорее всего наушники и линейный вход я так предполагаю и линейный выход сейчас мы его откроем посмотрим чего там у нас внутри внутри как обычно чейджер тут на ситуация такая ну вилка до вилка британская ну все у нас британские вот значит у него отломан вот этот вот сломан собственно говоря декоративная накладка переключатель скоростей вот вот она это отдельно здесь лежит видите пластмасса уже не выдержала но это подклеить можно можно сделать теоретически разобрать сделать новую естественно я этим не занимаюсь а вот тоже чейджер значит ну вот четырехскоростной но они тут все четырехскоростные классический филипс тоже это датчик размер пластинки сейчас мы проверим вообще он живой или неживой ну вот так сейчас включим тоже в розетку его вот значит включим кнопочку да даже загорелся огонечек тут спереди что включена сети и сейчас вообще проверим он живой или неживой крутится или не крутится ну аначе ставим сюда пластинку опустили рычаг значит как всегда вот этот вот тут рычажок у нас до конца авто ага ну вот наш ситуация такая во первых диск не крутится а не открутится закрутился вот он ох и даже упал видите какая сначала решил что не крутится и даже опустился но он промахивается видите он промахивается с размером и уходит за пределы пластинки сейчас мы посмотрим может быть это из-за того что он такой застарелый вот отключим его из-за того что там смазку надо менять ну явно видите тут все вот не доходит до конца не хватает пружины явно тут застарелось смазка в собственном рычаге включения так ночь повторная попытка пустить еще раз но сейчас он и не должен работать с нити я забыл пластинку поставить наверх так но когда видео ручками так теперь произошла ошибочка сейчас мы ее исправим так исправим нашу ошибочку так что то не получается у нас с вами потому что еще и рычаг в рычаге тут у нас немножко смазка заквасилась тоже он плохо ходит еще раз пытаемся пустить вот нет на что промахивается то есть там еще видно скорее всего из-за того что все заквасилась вот значит скорее всего этот механизм автоматический надо чистить и возможно регулировать я не не уверен так значит но еще вдобавок ко всему надо сказать что нет сигнала от звукоснимателя никакого вполне возможно что либо блок питания накрылся либо вообще весь усилок накрылся потому что у нас тут мертвая тишина при громкости ничего не реагирует то есть там все это сгнило но вот такая вот ситуация значит что интересно я небольшое отступление лирическое я когда-то давно когда значит этим чейнджером увлекался и другой день чейнджер делал значит на форуме английских чейнджер ремонтников есть такой целый форум который посвящен английским чейнджерам но естественно на английском языке вот там значит народ сейчас особенно не париться из того что старые усилки были не очень они выкидывают полностью усилок блок питания выкидывают ставят покупают наш в китае готовые платы усилков готовые платы блок питания приделывают вот эти внешние резисторы и все это работает отлично зачастую даже динамики меняют и такие вот как бы полностью отрестарированный чейнджер чем дело этот не только с транзисторами но и с лампами и я что интересно когда ты еще лет назад даже купил на алиэкспресс такой этот самый усилочек так и где-то и валяется не добрались руки и уже точно не доберутся но с этим чейнджером все двигаемся дальше следующий у нас чейнджеры производства фиделиты модели HF35 ну я говорил что я информацию беру на сайте радио мюзим там в основном все эти чейнджеры есть ориентировочный год производства 1965 оборудован чейнджером bsr-4 и усилитель у него ламповый значит регулировки здесь такие вот только выключатель питания совмещенный с громкостью и регулировка тембра все значит больше никаких регулировок у него здесь нет сейчас мы как обычно его откроем заглянем внутрь и так следующий у нас на очереди значит чейнджер внутри смотрим на него значит тоже ну все они это четырехскоростные вот и тут вроде все так внешне ничего так все хорошо значит ну я его сейчас уже заранее включил в розетку дело в том что значит тут у него вилка то просто обрезана ну и я так присоединил временный провод к нему и включил в розетку ну усилок фонит реально хотя вроде как со звукоснимателя ну доходит на очень тихо звук вот сейчас мы посмотрим вообще крутится тут что-нибудь или не крутится так только надо тут мало места так провод убрать так чтоб он не мешал пластинке так сейчас пробуем значит ставим пластинку вот и давайте включим значит опять раз-два до конца отпустили так что у нас тут да вот даже заработал тоже так дальше пришел он даже да ой скрипит жутко и даже на хорошо сел на пластинку скрипит жутко значит там вообще что-то надо делать и даже играет вот даже играет в общем вполне так ничего ну раз у нас такая смотрите у него даже нету тут рычажка такого вот значит мы сейчас проверим отключается ли все это дело да отключается видите даже когда механизм приводится от двигателя даже диск приостанавливается то есть надо нам там все серьезно чистить внутри вот ну давайте значит вот оказывается выключать теперь его надо вручную вот как интересно я даже и не знал так теперь берем две пластинки две пластиночки берем и начинаем просмотреть как это все будет у нас работать так поставили две пустили вот раз одна пошла значит тонарм опустился заиграл да смазывать надо чистить смазывать жуткий скрип так следующее так пустили так тонарм ушел так и вторая даже легла хорошо но то есть да у нас здесь тоже с минимальными затратами можно починить ну фон конечно же устранять надо конденсаторы менять надо не знаю автостоп работает тут даже усику нету тонарма что не предусмотрено что ручками будет передвигать сейчас поставим его в конец посмотрим так ну что там раз заел диск вот тоже значит он вернулся на место вот я опустился вот ну что интересно что он не выключается значит я предполагаю что да да ну вот тут такая совершенно жестко все это поэтому я думаю что не выключается он просто из-за того что не хватает смазки в рычагах здесь у него вот вот сейчас он выключился то есть видите мы когда несколько раз подвинули значит немножко стал повеселее сейчас мы с вами попробуем вот так несколько раз дернем и сейчас ручную поставим на конец пластинки посмотрим может он все же сам выключится так смотрим опустился нет ну а не важно я чувствую что этот рычаг очень тяжело двигается то есть принципе понятно что как то надо все чистить смазывать но радует что все в общем то похоже на на жизнь но и лирическое отступление зачастую существует проблема высыхания ролик передающего обрезиненного но сейчас это не проблема когда-то давно это была проблема я помню бегал носился не помню для чего мне нужно было сделать ролик оказалось такая сложная проблема ну сейчас я не интересовался но я думаю сейчас с этим проблем вообще никаких те более ну раньше можно было купить по интернету в британии запчасти сейчас конечно ничего нельзя но дело даже не в этом я думаю что взять ролик очистить очистить и брезинить его в нынешнее время не представляет никакого серьезного труда так донсет капри ДРП-20 ориентировочный выпускал в 65 году информации по чейнджеру и усилителю нету какие там установлены ну это в общем так и не важно значит на сайте радиомузея есть фотка что оказывается этот чейнджер может к нему даже можно было приделать ножки и он так стоит на ножках вполне симпатично и не только его можно было носить но здесь все то же самое значит включатель выключатель и громкость причем обычно включатель выключатель вместе с громкостью ну тут и пошли по другому пути производителей и совместили его с клавишей регулировки тембра ну так открыли значит смотрим ну вилка понятное дело значит британская и даже тут вот в комплекте идет переходник уже оказался у нас но у меня там переходник есть поэтому я не буду это использовать даже тут какая-то еще ерунда на переходнике одета какая-то такая штука не знаю нафига она нужна вот сейчас мы его включим и посмотрим на что он способен и способен ли он на что-то в принципе ну я вот кабель кладу неправильно потому что вот во всех чейнджерах вот с этой стороны где кабель здесь такая боросточка есть можно его туда вот вывести и чтобы он не мешался установке диска так значит этот чейнджер без автоопределения размера пластинок да и вот тут еще я обнаружил игла лежит вот тут прижата панелью я не откручивал транспортные винты потому что это для демонстрации не принципиальной проектной способности значит вот сейчас покажу что у нас тут значит вот нет автоматического выбора размера пластинок в тех чейнджерах было здесь нет значит нужно ручками выбрать либо 7 10 или 12 дюймов вот остальном все стандартно так сейчас мы посмотрим включим посмотрим так ну что-то у нас огонечек еле-еле горит если горит да горит огонечек включение но прям так тускло тускло скорее всего могут быть какие-то проблемы с блоком питания жуткий фон жуткий фон прям какой фон у нас ломовой то а вот не знаю работает ли звукосниматель в этом фоне можем не услышать нет работает звукосниматель значит ну берем его нафиг этот фон так сейчас ну давайте я его сначала даже пластинку не буду ставить я посмотрю он вообще крутится или нет так вот мы делаем старт ну можно и не ставить пластинку значит он у нас не крутится вот вот видите как интересно если я ручками вращаю значит все хорошо он работает но так не крутится значит причин тому несколько может быть причин того может быть несколько и как бы одна из главных причин это то что он у нас либо ролик либо двигатель что-то все заклинило нафиг вот вот такая вот у нас история с этим чейнджером так что мы даже не будем на него ставить пластинки вот а сразу все это дело уберем и пусть хранится до лучших времен вот это такой вот чейнджер донсет ну опять я абсолютно уверен что минимальный труд по чистке смазки но опять же ролик замена может быть ролика то есть берем этот ролик отдаем обрезинивать вот я правда никогда этого не делал но судя по формам которые есть на эту тему это сейчас вообще ноль проблем но опять же это если вы делаете все зависит от того делаете вы на продажу или для себя я ничего не продаю у меня эти чейнджеры скорее как так коллекционные просто так от нечего делать я бы сказал вот а по большому счету если вы хотите его продать то его можно переделывать как я уже говорил и усилок поставить новый и механику привести в порядок теоретически можно даже купить звукосниматель новый хотя я думаю звукосниматели здесь как правило они рабочие по моему опыту не разваливаются разве что новую иглу что тоже не проблема так ну с этим тоже мы покончили значит и так это у нас еще очередной чейнджер это HMV компания очень известный производитель грампластинок ну а также звуковоспользовающие аппаратуры патефоны у него были достаточно известны вот видите здесь знаменитая эмблемка собачка которая говорит в рупор записывающего устройства ну тогда это были фонографы в то далекое время значит спереди у него входы радио стерео лента магнитофон в смысле и даже вход для микрофона значит ну и раз стерео значит мы предполагаем что у него есть выход стерео может быть это не вход это может быть выход стереофонический выход модель HMV 2030 ориентировочный год производства 1968 транзисторный оборудован чейнджером BSR UA15 но BSR вообще производил чертову ему чейнджеров если так можно сказать он один из крупных один период был один из крупнейших производителей механизмов для чейнджеров но сейчас опять мы его открываем и залезаем внутрь в принципе тут как бы ничего такого необычного нет вот здесь эмблемка HMV здесь вот регулировки отдельные значит видите выключатель он ух ты как фонит то сходу сейчас попробуем громкость убрать ага у него фон не зависит от громкости вообще печальное зрелище значит где-то регулировки высоких и низких тут шильдик внутри есть на этом агрегате на котором указана модель так сейчас мы для начала проверим вращается ли он вообще так хороший такой замочек так проверяем вращается ли он вообще так ну придется послушать этот гул немножко так вращается отлично значит тогда мы сейчас попробуем поставить пластинку вот так теперь заклинило не могу поднять рычажок эх ты мать твою надо же вроде все выключено сейчас попробуем с вами пока вот выключим сейчас попробуем что тут не гудело то сильно раздражает так что у нас там похоже что что-то там у нас в процессе включения заклинило вот так попробуем сейчас вот так сделать чтобы он выключился а ну во как у него заклинило то нужно чтобы он выключился ну и хорошо ладно так ну ставим сразу две чтобы времени терять так сразу две пластинки так значит ну и поехали так а да не поедем значит нужно включить сейчас он завопит так диск вращается вот ах так вот начала работать система оп сразу два диска упали так ну я думаю что это опять же связано с проблемами со смазкой видите упали сразу два диска вот вот сейчас мы посмотрим еще разочек попробуем может у нас он разойдется пока суть до дела вот поставим пока один и еще разочек его так же дернем ну в принципе надо просто разобрать и почистить больше ничего не надо вот и тогда все будет хорошо так упал так встал да позиционируется звукосниматель правильно жуткий фон не знаю с чем это связано прям при включении питания постоянно я думаю там уже все источник питания накрылся медным тазом так снова пробуем поставить две пластинки кстати чейнджер автоматически как видите вот он датчик размера пластинки вот еще раз две поставили так ну а нет значит надо разбирать чистить видите он сбрасывает сразу две то есть у него так сказать задержка срабатывает механизм затвора поэтому значит вот такая здесь история у нас печальная ну и понятно что при этом фоне мы даже не можем понять работает звукосниматель но похоже не работает то есть там вероятнее всего все уже износ достиг кондюров там еще чего-то так ну что у нас тут у нас тут автостоп тоже не работает видите как интересно вот автостоп тоже не работает ну не важно значит какие-то рычаги опять там все это дело заклинило но так вот ручка не работает ну и теперь я его включаю чтоб он нам надоел тут фонит и будем двигаться дальше ну вот еще один британский чейнджер или английский как вам больше нравится модель называется буш наверно так читается SRP 52 выпущен аркировочно в 1970 году ну понятно что усилитель уже транзисторный и оборудован он чейнджером Гарард 2025 ТЦ вот такой вот у него стоит чейнджер значит ну здесь вот стерео выход вход для магнитофона регулировка низких высоких и как обычно громкость совмещенная с выключателем вместе в одной посуде вот значит сейчас мы его откроем заглянем внутрь посмотрим что у нас тут есть все как обычно вилка здесь целенькая даже вот это вот специальное предупреждение что там только у вас чтоб не зашибло вилка английская вот предупреждение желтое так опять неправильно ставлю провод ну я уже говорил вот здесь вот она такая канавочка вот давайте я вам покажу что я хоть на этом а то ни разу не сделал так вот сюда вот вот раз туда вот ставите и назад его провод забрасываете вот и теперь спокойно он ничему не мешает так ну надо сказать что тут чейнджер конечно в очень таком визуально в очень хорошем состоянии ну понятно 70-й год уже все современное даже обратите внимание у него есть рычажок подъема опускания тонарма вручную 4 скоростной тоже автоматическое определение размера вот она эта штучка вот сейчас мы его включим в розетку вообще посмотрим как он живет вот включили так значит так ну надо сказать что включить то мы включили даже лампочка зажглась вот но громкости я чуть не слышу ничего не фонит так эх ребята не работает он у нас видите выглядит хорошо но в динамиках полная тишина вот трудно сказать с чем это связано вот вполне возможно что там где-то там сгнил усилок но как мы знаем это если умелые руки то это не проблема но теперь значит мы что посмотрим сначала как он вообще вращается ли диск ага так не вращается диск понятно вот если ручками поворачивать видите ченджер заработал ну и даже отключился а диск сам по себе не вращается ну что будем делать ну начать даже пластинки не буду ставить несмотря на хороший внешний вид все тут не не очень так сказать здорово вот еще раз проверим да вот он нормально все у него происходит с точки зрения работы а диск не вращается двигатель ролик ну и меня вообще смутило то что то что у него это что-то мне еще не нравится вот эта накладка погнута да вот эта алюминиевая декоративная накладка она немножко погнута ну это в принципе тоже не проблема ее выровнять вот она видите тут дефект ну ладно значит несмотря на то что такая внешне все хорошо вот по факту все не очень хорошо то есть у нас скорее всего двигатель ролик что-то там не слава богу нередко бывает что от смазки клинит двигатель я с этим сталкивался не только ролики но и двигатели клинит но это тоже не проблема сейчас расклинить двигатель вообще дело одной ночи пресните туда ВД-40 я еще последнее время ну не последнее я уже давно ничего не чиню но уже когда чинил и использовал аэрозольную тефлоновую смазку проникающую тоже отличная штука тоже так же не хуже ВД-40 расклинивает и сразу смазывает и вообще полная красота ну как я уже говорил я давно не занимаюсь ничем уже глаза не смотрят руки не держат но вот так вот изредка посмотреть что нибудь легенькое мы можем потому что тяжелые вещи а у меня много еще радиол и консоли грундик и тяжеленные ну правда сейчас я большую часть консолей отдал приятелям но и все равно другие неконсольные радиолы уже дотащить я их просто поставить на стол разобрать починить извините уже а то время отпущенное закончилось потому что там такая я когда тут заглянул на какой-то из стеллажей там этот стоит ну вот память отшибла а Минск 56 бандура 50 килограмм веса думаю что я его просто не подниму сейчас ну ладно бог с ним жизнь есть жизнь она продолжается пока у нас все в порядке надеюсь когда будет настроение я сделаю еще один обзор чего-нибудь но последнее время я делаю их мало и связано это с тем что я сосредоточился на своем проекте по созданию архивов старых гранпластинок которых у меня много и может быть я попытаюсь их закончить отведенное оставшееся мне время ну на этом большое спасибо всем кто захотел посмотреть этот длинный длинный фильм до свидания и до новых встреч ну на этом и до новых встреч я попробовала это очень важно и так как будет что-то это